Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен Некролайту. Некролайт один из самых сильнейших, я лично, по моему мнению, я лично так считаю, один из самых сильнейших магов с очень жестким камбэк потенциалом. Почему? Спросите вы. Сейчас расскажу. Погнали посмотрим, какие у него способности. Первая способность на Некролайте это Деспульс. Деспульс у нас имеет такую тему. Он может продамажить, может захилить. То есть он имеет два действия. Также он лупит в инвиз, это я вам чуть позже покажу. И давайте же посмотрим по левелам, что же у нас делается. Первый левел 125 дэмэджа и 70 хила союзникам. 175 дэмэджа, второй левел 90 хила. 225 дэмэджа, 110 хила. И на четвертом уровне 275 дэмэджа и 130 хила. Все довольно-таки просто. Калдаун у нас тоже меняется в зависимости от уровня прокачки. На первом уровне у нас 8, на втором 7, на третьем 6 и на четвертом, соответственно, 5 секунд калдауна. Раз в 5 секунд Никарлайт может всех продамажить и также захилить своих тиммейтов. Но в чем особенность? Тут нету лимита. Смотрите. Прокачаем на раз. Кастуем. Видите, продамажило всех абсолютно. Нету лимита. Нету лимита. Сколько персонажей он продамажит или захилить? Будь то 7, 8, 20 или 40 крипов рядом. Все очень просто. Также я говорил, что этот спелл у нас работает в инвиз. Давайте запулим наших паунтихантеров в инвиз и смотрите, что будет происходить. Кастуем. Полетел пульс во всех. Во всех, смотрите. Во всех летит пульсик. И... Сейчас, сейчас, смотрите. Паунтихантеры просто поумирали. Как вам такая тема? Очень полезный спелл, ребят. Очень классный спелл. Давайте же посмотрим, какой будет у нас спелл далее. Второй спелл. Что он у нас будет делать? Итак, ребят. Второй спелл на Никролайте. Это очень жесткая тема, которая действует в 1200 АОЕ. Это пассивка. Пассивка, позволяющая убивать персонажей просто так. Просто вот мы прокачиваем этот спелл и персонажи, находящиеся рядом с Никролайтом, будут умирать. Как это работает? Смотрите. В зависимости от левела, от уровня прокачки, у нас в секунду, в секунду от максимального хп будет сниматься какой-то процент. Смотрите. На первом левеле он будет 0.6, на втором 0.9, на третьем 1.2 и на четвертом 1.5% в секунду от максимального здоровья. Смотрите. Я прокачу на четвертку. И что у нас происходит с думом? Посмотрите, как у него уходят хитпоинты. Посмотрите. Это просто аура, которая сжигает хп. Серьезно, ребят. Но есть тут одна особенность. Под этой аурой можно хилиться так же, как и под руптурой сикера. То есть, когда бежишь на руптуре сикера, то можно хилиться так же и под этим спеллом. Этот спелл так же, в принципе, лупит абсолютно всех инвизоров без разницы. То есть, ты просто находишься рядом и все умирают. Посмотрите, как у него уходят хитпоинты. Я просто стою рядом с ним. И чем больше хитпоинтов, тем сильнее будет убивать данный спелл на Никролайте. Вот такой вот у нас спелл. В принципе, нечего больше тут рассказывать. Погнали на третий спелл. Что ж, ребята, третий спелл на Никролайте. Очень довольно-таки интересный спелл, который позволяет душить наших оппонентов, как говорится, не отходя от кассы. Никролайт любит драться, поэтому этот спелл позволяет ему очень сильно жить. И что же у нас будет происходить, когда Никролайт будет драться? Смотрите. При добивании крипа или при добивании героев, но о героях мы чуть-чуть позже поговорим, при добивании крипов будет накладываться бонус. Бонус. Бонус, смотрите какой. Будет восстанавливаться на первом левеле 2 маны в секунду и 1 хп в секунду. То есть, накладывается вот эта тема. За добивание одного крипа и длительности будет 6 секунд. На втором левеле 4-2. На третьем 6-3 хитпоинта и 12 монопоинтов и 6 хп реген на четвертом уровне за крипа. За крипа. То есть, если мы добиваем пачку крипов, то, соответственно, будет жесткое восполнение хитпоинтов и монопоинтов. Но, если мы добиваем героя, то эта тема начинает работать в 10-ти кратном размере. При добивании героя, то есть, у нас будет уже не 12 монопоинтов на четвертом левеле в секунду, а 120. И не 6 хп в секунду, а 60. Вот так вот это спелл и работает. Чем больше мы добиваем, тем больше у нас вариативность, чтобы хилить своих союзников с помощью деспульса, или же просто убивать. Вот такой вот спелл. Все довольно-таки просто. Дает хп реген, ману реген при добивании юнитов или героев. Давайте посмотрим на ультимейт теперь. Итак, ребят, а сейчас самое сложное к вашему восприятию, это ультимейт некролайта. Ультимейт у некролайта очень интересная тема, которая позволяет жестко камбэкать игры и досаждать противникам своим длинным респауном. Если энеми отлетает с рипера, то он получает на 30 секунд больше времени респауна. Да, круто, не так ли? 30 секунд больше времени респауна. То есть, соответственно, если в лейтгейминге после байбэка кто-то улетает с рипера, то он улетает в таверну на 150 секунд. Это очень много, ребят. Это 3, почти 3 минуты. Серьезно, это 2,5 минуты. Ты тупо сидишь и смотришь игру, и тебе пушат бараки, и ты умираешь. Но, давайте вернемся к нашему ультимейту. Смотрите, это таргетная способность, которая работает примерно так. Мы даем ультимейт, накладывается стан, ты не можешь ничего делать, и происходит какой-то дэмэдж. Дэмэдж накладывается после. Есть такая тема, что рипер очень легко сейвить астралами и прочей другой темой. И иулом, кстати, можно, если ваш тиммейт какой-то специально хочет вам заруинить. Но не суть. Смотрите, кратность дэмэджа. Поговорим о кратности дэмэджа. На первом левеле 0.4, на втором 0.6 и на третьем 0.9. Также у нас возможно взять септер. Септер нам позволяет блокировать байбэк. То есть, если вы отлетаете с аганимом в рипер, то вы не сможете байбэкнуться в игру. Это очень жестко. Которое, так же говорю, позволяет жестко камбэк. Если вы отправляете какого-то кора в рипер, он не сможет байбэкнуться. Если вдруг у него есть байбэк. Это очень жестко. Вернемся к кратности опять-таки. Смотрите. Кратность 0.4, 0.6, 0.9. О чем это говорит? От потерянных хитпоинтов, enemy, будет наноситься дэмэдж. То есть, соответственно, смотрите. Если персонаж теряет у нас 1000 хитпоинтов и кратность у нас будет 0.9, то ему с этих 1000 хитпоинтов потерянных нанесется 900 дэмэджа. Примерно это работает так. То есть, это 0.4 это 40%, 0.6 это 60% и 0.9 90 от потерянных хитпоинтов. То есть, если недостаток хитпоинтов будет равный 500 и у нас на 90% будет вот эта дэмэдж на 100 примерно, ему несет 400, сколько, 470 хитпоинтов дэмэджа. Понимаете примерно, как это работает, да? Теперь, смотрите. С поднятием аганима на третьем уровне равняется 1.2 количество урона. То есть, 120% от потерянных. Если у дума, вот так вот, смотрите, половина хитпоинтов, он потерял 600 хп, то ему нанесется 120% от потерянных 600 хитпоинтов. То есть, получается, уже нанесется не 600 дэмэджа, а сколько больше? 600 дэмэджа это 100%, а 120 это будет, соответственно, больше. И просто заваншотит нашего дума. Примерно это вот будет вот так. Вот смотрите. Если у уэйнами половина хитпоинтов, он сразу улетает с рипера. В профите собирать аганим, просто сливать половину хитпоинтов и давать ультимейт. Но, в чем есть погрешность этой ульты? Как я говорил уже, можно закайтить эту тему астралами, то есть, если союзник какой-то засейвит. Ну, или крестом дазлом. Все довольно-таки просто. Но есть еще такая вот тема, что... Эта тема еще вот, смотрите. Если, допустим, уэйнами половина хитпоинтов, вы можете его не убить из-за того, что вы можете упустить магический резист. Если у какого-то вот этого энэми половина хитпоинтов и думать, а, все, я его сейчас убью, там 1 из 2 у меня кратность с аганимом. Нет, вы можете не убить в случае, если там есть какие-то магические резисты. Будь то худ, пайп, то есть, соответственно, дэмэджа будет наноситься меньше, меньше. И, как бы, вот эти резисты все будут учитываться. То есть, на пуджа это... Ну, пуджа, в принципе, контрит. Но в половину хитпоинтов пуджа, к сожалению, лучше не ультовать. Я думаю, я вам объяснил более чем адекватно, как работает ульт Никролайта. Кратность 1 и 2 от потерянных хитпоинтов. То есть, если потерял энэми 500 хитпоинтов, при кратности... Давайте так, чтобы было проще. 1000 хитпоинтов потерял энэми, при кратности 1 и 2 будет нанесено ему 1200 дэмэджа с ультимайта минус резисты. Минус резисты. Вот так вот будет вам понятнее, ребят. Ультимайт очень жесткий у некра. И не стоит забывать, не стоит забывать, что это самая лучшая машина для камбэков. Но давайте же посмотрим, как играет на этом персонаже и что на нем нужно собирать. Погнали! Итак, ребят, решил я зайти в из какого-то абуза. Там хоз 76 винрейта, очень сильный. А у нас там челик 1 тоже 1-2 луза. Ой, 1-2 вин, насколько? 1-0. По лузам типа 100 винрейта. Сейчас кто-нибудь там в комментариях напишет. Просто зашел 3-4к поинтов. Сейчас попробуем развалить на некролайте. XL мод сейчас побаним самых таких бесячих персонажей, как Тинни. Но хотя некролайт очень легко в принципе контрить Тинни. Стоит только поймать его и все. Мид. Мид идем. Мид сразу забиваем. Мидлайн баним. Тинника. И у некролайта очень мало хитпоинтов, поэтому стоит нам сразу запикать, забанить персонажей, которые будут наносить очень много фастого дэмэджа. Некролайт не любит фаст дэмэдж. Ну и в принципе, в принципе будем пытаться задушить. Сларка тоже очень хорошо контрит Некролайт. Я считаю, что в принципе можно даже изи выиграть. Ребят, очень многие спрашивают, что же у нас вот этот за мод мэкст, вот этот мод XL. Смотрите, я вам объясню по XL моду. Этот гайд у нас будет немного вот такой. Ой, Хускара. Вот Хускара тяжело, если честно, но Некре будет убивать, но Херстоппер нам будет помогать ему сбивать вот этот армлет гейминг. Он не сможет переключить армлет. Смотрите, что такое XL мод? Я вам объясню. Сначала идет стадия банов. Все 10 игроков голосуют за кого, за кого-то голосуют, чтобы забанить. Допустим, я проголосовал за Тинни, но Тинни, видите, в бан по рандому не отлетел. Вот так вот все 10 могут проголосовать, и там по рандому 4-3 аппарата пишет, потому что Некролай, это контрит аппарат. И все вот эти 3-4 героя каких-то по вариативности из 10 из 10 вот этих предложенных банов отлетят. И вот, в принципе, работает это так. А дальше, дальше идет пик. Наша команда пикает, их команда пикает. Наша, их, наша, их вот так вот идет как бы, ну это на самом деле мод взят с Доты 2 вроде как. Ну, по крайней мере, в Доте 2, я когда играл в свое время, была вот эта тема, пикали поочередно. Так, ну берут там Некролайта, ой, ну Некролайта, Некролайта взял я, я же дурачок уже, я просто уже сижу, у меня уже вот тут вот в голове уже ничего нет, понимаете. И, ой, Слардар, ну в принципе, это можно будет законтрить, вот только единственная пугна, очень хороший контрпик, потому что будет становиться палочка, но этим будет интереснее, потому что я зашел в С какого-то там абуза, у меня будут не очень сильные игроки, но посмотрим, как это выйдет, надеюсь, сильно не расфидят, и я смогу это затащить соло на данном персонаже. Опять-таки, как я и говорил уже, там у Некра вот сильные руки, и он может очень изи это все камбэкать. Надеюсь, Курьера возьмут, возьмем нулик, возьмем нулик, идем тупо в наглую, гоу, го Куру, плис, попросим Курьера, должны взять, и идем. Что качать на первом левеле? Ребят, лично я на мидлейнах, ого, это че? Подождите, что изменения какие-то пошли? Чего? Подождите, ты как? А, это Ру-9, это Ру-9, точно, ребят, смотрите, сразу апнутый Курьер. Какие у нас тут еще есть изменения? Ребят, честно, не знал. Это Ру-9, на Ру-9, смотрите, какая-то другая тема, сразу апнутый Курьер, Флайн Курьер идет, сразу. Вот это, если честно, не знал, ребят, Ру-9, бот, сразу апнутый Курьер дается. Слушайте, это очень классное изменение, а что еще есть тут изменилось? Я честно не знаю, у нас сейчас гайд по некру, но я зашел на Ру-9, если честно, не знал, что на Ру-9, Курьер сразу апнутый, если честно, у меня сейчас голова в шоке, так, в принципе, по ценникам все то же самое. Ребят, я еще слышал, есть такая тема, что так, ну тут Херстопера качать будем, Хидреско, там у пацана, я без хила, мы просто будем тошнить Херстопера, Херстопера я качаю, потому что на мидлейне это очень жестко дамажит энеми, посмотрите, я просто на пассиве стою, Хускар у нас тут просто на подсосах, на подсосиках, Хускарчик, но сильно я подходить не буду, вот так вот сделаем, успеваем еще руну забрать, хорошо, Херстопер просто помогает, в Слардаре есть мана, но все, гоу бэк, гоу бэк ребят, берем вардик, скорее всего будем стоять в СХУСКО, и попробуем, да, стоим в СХУСКО, Херстопер нам будет очень сильно помогать в стоянии ВС этого персонажа, дальше берем хил, Херстопер возможно ищу на один левел, еще возьму Херстопер, потому что значение 0,9 от максимального ХП, это очень много, и стоять ВС ХУСКО на мидлайне, это, это очень круто, это очень круто, потому что Некор это сильный персонаж, который сможет Хускара выиграть в линии, в централе, главное просто не давать ему сильно подходить, бычить и тому подобное, как бы, ну, будем пытаться, главное перекрипить его, на первоначальной стадии, но этого крипа я не добью уже, вряд ли не успеваю, да, этого добить, главное как можно больше крипов добивать, не давать ему ничего, и попутно еще заставлять его подсасывать, ребят, также, видите, у него есть Хидреско, парень знал, на что шел, он пошел на мидлайн, ВС Некролайта, соответственно, без Хиперригена, ему тут в принципе делать нечего, без Хиперригена, слушайте, на самом деле, сейчас идет дилемма мне, я качну второй, потому что, первый, первый все же хорошо, но Хускару надо сбивать, его Хидреско, я подстраиваюсь, это макро игра пошла, я подстраиваюсь под, Enemy мидера, под его закуп, и видите, у него Хидпоинты все равно уходят, парнишка хапает, дальше будем, первый, качать, и думаю, все будет хорошо, как говорила, сердечко, ладно, забудьте, это бред, это бред, дэшку вкачиваем, можно в принципе, разогревочного ему прописать, прописываем разогревочного, каста, сапожок есть, я выйду в фейзы, ребят, в фейзах, в чем профит, вы скажете, ты что дурачок, зачем тебе фейзы на Некролайте, стрейфы, ребят, стрейфы, под быстрыми стрейфами, очень легко позиционировать, смотрите, у нас просто Хускар, без хитпоинтов стоит, ну, очень ему больно, будет нести хил, позвал он, смотрите, своего союзного саппорта, это что, это иллюзия, да, это иллюзия, но пойдет, Некр, доминирует в мидлайне, за счет второго спела, смотрите, как Хускар стоит, бедненький, можно в принципе, подзабычить, и даже убить его, даже убить его, у меня есть хилка, она позволит нам, не умереть, эх, ну не сбил я ему хил, это очень плохо, ребят, давайте запушим линию, запушим линию, на самом деле, плохо, что я не качнул третий, потому что никакого регена у нас нету, на линии скрипов, а первого левела даже реген очень сильно помогает, даже очень сильно помогает, так, ну промах вылетает, к сожалению, можно немного Хускару позволить побычиться, развороте не дает тычка ему дать, хитпоинты уходят, уходят все равно у него хитпоинты, по чуть-по чуть-пот спамливать его, опа, ну все, сейчас будем юзать хилочку, сейчас будем юзать хилочку, размениваться по хитпоинтам, по хитпоинтам разменялись, в принципе, все, хорошо, и надо, надо поезы, ребят, еще одну хилочку возьму, поезы, нажиман, но мне кура нужнее, тут, ребят, тут безусловно, мне кура нужнее, я стою на центре, в сускара, если хотите залог успешной игры, то мидеру курьера в обязаловку, мидеру курьера в обязаловку, ребят, не обязательно качать херстопер в двоечку, не обязательно качать херстопер в двоечку, не обязательно, как это сделал я, но я чисто подставлю под некролайт, под этого, под некролайт, говорю под куска подстраиваюсь чтобы он стоял тяжелее на мидлайне как видите я его немного выкурил сми да давайте мы его в принципе даже убьем сейчас или не убьем убьем будет стрейф хорошо стрейфы помогают очень сильно но жалко у меня нету третьего спела ребят жалко я бы сейчас как минимум что-то бы себе до захилил как видите хитпоинтов совсем не осталось но третий спел бы нам сейчас решил эту тему я сейчас наверное пойду на б вкачали в 3 но уже поздно конечно поэтому хестопер можно и можно даже в принципе в идеале вкачать вкачать на каком 11213 вот так вот раскачка примерно у него будет у некра царите я просто качал садисты у меня уже пошел какой-то реген хитпоинтов и монопоинтов я уже в принципе начинаю жить уже поинтереснее играется главное нам добивать сейчас каждого крипа чтобы пополнять все здоровье и ману соответственно видите я уже слоу хитпоинтов уже начинаю превращаться в настоящего мидера не обоссанного мидера как говорится в настоящего мидера так ребят у нас есть кстати уже галдишка на то чтобы что-то купить что же я посоветую собрать в принципе тут есть некролайт тут есть пассивный дэмэдж какой-то вот некролайт говорю есть хускар хускар соответственно будет на нас чаржится и попытается нас убить и для того чтобы не умереть вполне возможно нам поможет тут блэйд мэйл но блэйд мэйл без хитпоинтов такая система на самом деле вот так вот закупимся и но все равно мы пойдем в блэйд мэйл выходит нас хускар на пяту леву это хорошо это хорошо но нужно сейчас осторожно играться с ним потому что он может может пропать ультимейт и все же может задушить ребят докачали мы без пульс на восьмом левеле хотя должны были на седьмом но херстоппер видите херстоппер узкара я выгнал с линии просто что у него там 5 леву так вот сделаем ты иллюзия да ты иллюзия пойдет желаем крипа дает нам тычку все равно тоже можно по . ваться с ним принципе у нас файзы тычки по нему больнее будут больнее и их узкар кстати ребят очень хорошо контрит ульт некро за счет того что счет того что у него magic резис но видите в таверн отправляется 50 секунд наверное 50 секунд таверн и пошел у нас манных и периген все у нас хорошо что-то кликают мне типа помоги ганг ганг сразу пишет ганг будет ребят но я тут солирую медлэйни поэтому поэтому ганг пока не ждите я немного приоденусь и гоу ребят в профите конечно ему покупать даггер очень сильный профит штамп угла у нас до с магной будем пытаться душить у нас магный асмагн и там на топе пугна будет очень сильно заслаждать своим своей палкой над своей палкой звучит как-то не так как вы хотели наверно но все равно сейчас мы вкачаем 3 отлично и пошел реген еще сильнее еще сильнее регент пошел теперь за добивание каждого крипа нам будет даваться бонус намного лучше я на самом деле бы пошел бы в ганг после покупки блэйд мэйла или таггера потому что будет вариативность файта ну наверное сначала давайте бм сделаем конкретно не крылает ребят без блэйд мэйла в принципе некоторые конечно к плюют в лицо говоря что бм не крылайте то дно новые с узкара это это само то ребят не знаю осуждайте не осуждайте типа но в с хуско лейд мэйл это само то плюс там еще аппарат там пассивный дэмэйш плюс с лордар с лордар будет по-любому нас пытаться убивать поэтому я считаю нужным собрать тут блэйд мэйл а это именно макро игра макро понимание игры позволяет выигрывать игру макро намного лучше понимание чем микро понимание поехала вот это покупаем за фарминг тут крипчиков и пойдем все же в ганг ребят потому что снесли мы тавр просто за счет херстопера мы выгнали нашего иными а по припера врипера его врипера вот этого значит врипера хорошо вот этого парня захилим но почти почти ребят помогли нашим союзникам почти помогли нашим союзникам тут поэтому теперь надо как бы подобивать крипчик чтобы восполнить ману хорошо и дальше в даггер ребят в даггер дальше в даггер нажимаем блэйд мэйл проходим сюда но я тут его буду собирать есть еще файзы даже так просто выходим все рипер в двоечку 06 коэффициент то есть 60 процентов бонуса дэмэдж и бонуса 60 процентов от нанесенного дэмэджа от потерянных хитпоинт вернее будет наноситься и будем сейчас душить дальше так на принципе выигрываем линию линию выигрываем и длайн выиграли потом мы помогли на ботами даже забрали еще и попутно саппорта и теперь что нам нужно делать так ну бей 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 хорош он пытается закрыть и чтобы он тут не прошел молодец тоже что-то понимает на свой не чел но будем пытаться догонять я не знаю там он в мекка уходит но у меня нет рипера бро по 25 секунд я тут наверное надо уходить все же тут слишком опас становится пока они будут за нами идти среди у них это уходит у меня когда же рипер и соответственно можно будет как-то на развороте тут что-то сделать а потом у нас какой-то файт нет но все подходим можно побить тавр попутно кен здорово там парнишка какой-то пишет но я сейчас не могу отвечать я пишу гай ты соответственно к ответить не могу гол отойдем 4 на низу но можно по файтится все равно у меня садист уже в троечку это очень хорошо если если сейчас начнется какой-то файл гу 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 астана нету да хорошо стопа был ну вот у него армлет у сладара смотрите что он сейчас будет делать опа тут с армлета еще должен умирать парень эх эх все умер с херстопера с херстопера умер парень blade mail нажал сладар развернулся такой на его нафиг бить я тебя не буду и будем выходить сейчас в радиенс наверное радиенс это очень круто ребят радиенс на некролайте ой 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 смотрите какой тут чел еще есть на пугни а бузер ты наш бузер арбузер хорошо да и тебя принципе сейчас мы тут накажем почему нет дается на серпешка но мне тут нужна будет помощь немножко я думаю лично лично просто солируем все садист закачали троечку четверочка вернее добиваем еще tower подхилим откидем нашего парнишку и дальше продолжаем доминировать на 12 минуте 10 0 это в принципе нормальный результат никто ничего не может сделать но это залог залог у нас успешного мидлейна такая тема ребят пуску пуску надо перестать и играйте наверное укс акс акс на всех на всех там он что-то там говорит но нормально так ребят не стоит забывать что рипер у нас позволяет позволяет рипер у нас фармить очень хорошо фраг я забыл упомянуть на гайде на самом обзоре что фраг стопроцентно наносится у на ой дается стопроцентно фраг у нас именно некролайту это очень важный момент так я иду помогать я иду помогать пришел некор просто развалил кабинет я думал там какой-то обуз будет а тут чисто я за за этот за 13 минут я тут просто разнесу карту разнес просто всю карту продолжаем на самом деле такое если они сейчас все дружно фэф напишут это будет конечно трешара конечно конечно будет треша но как видите игру на нихролайте принципе это жестко вот я люблю людей которые пишут чате или так ну 415 за и 12 файла на ки сосед не буду наверно вмешаться в игру давайте стихом радиен чтобы ребята как-никак была у них вариативно стипа мы выиграем ребята верьте главное верьте так и знал ты в гаде так вот так вот подписчик попался среди обузеров но как называемых обузеров душем леса ребят без пульса можно постоянно спамить леса потому что садистом добиваем грибчиков это круто даггер неотъемлемая часть на некролайте потому что позволяет нам с хорошо позиционироваться прыгать бегать быстренько все это делать и есть то что мне там может напрягать это палка парк палка второго левела и это очень это очень очень плохо потому что палочка будет нам диспульс будет 185 маны требовать ultimate 340 и 500 на власти с аганимом конечно будет там очень много дэмэджа наноситься так узкар у нас там делать мекку кстати ребят мека на хускаре это в принципе неплохо но не первым айтемов соответственно и давайте попробуем задушить 13 0 сделать управляем курс с акридом идем 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 даггер почти есть у нас тут примерно вот тут парень будет будем вот тут сделан т.п. на видимо что-то что-то подразумевало что-то знал что сейчас будет так на фа я не вижу это значит хорошо продолжаем играть берем закрыт 2к срубите себе тени окра не убьют пока что пока там аппарат кто-то и не закинет меня и нужно нужно родиться хочу родиться если фаст буст есть ребят не кралайте не обязательно делать радиенс если есть у вас буст есть есть возможность собрать радиенс фастом как у меня 16 минута blade mail дакер 1 сакрид вернее радиенс еще то в принципе есть есть такая тема что стоит собрать ребят вот реально стоит собрать поэтому не пренебрегайте если есть возможность собирайте потому что это очень жестко херстопер плюс аргентство будет очень много дэмэдж знаете если честно тут сильно офигевая потому что они толпой то меня могут принципе забрать я тут слишком сильно стою нагло и поэтому я думаю нам нужно отсюда сместиться ли сауна заняты и соответственно мне фармить толком негде но мы немного сместимся вот здесь договор нас через восемь секунд можно немного просветить тут вижу на дать и пойти немного пофармить немного пофармить но главное тут не умереть главное тут не умереть крип у нас на низ уже подходит это хорошо потому что мы потому что да там вон они все же засада стояла да не зря туда не пошел но мам хак мах махах у меня есть мозговой позволяет мне хорошо позиционироваться немножко так и и аккуратненько нам нужно дофармливать дофармливать нашей т.м. и уже играть более наглее потому что с появлением радиенса соответственно мы будем уже душить не просто мягко так ласково а уже прям сильный пацаны меня видят сейчас день сладар меня видит по любому хускар и аппаратус тоже будут видеть что там у нас нету ничего нашего арена я прыгать не буду я прыгать не буду аккуратно проходить у ее как ульте мы сделаем сюда блинк пошел у нас не пошла у нас пик трассе да но я бэк я бы хоть у меня все есть если если будет какая-то поддержка я буду драться если не будет никакой поддержки я драться соответственно нибудь я не хочу тут умирать принципе ой 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 хорошо хорошо далее палочку разбить есть радиец go вот так сделаем отлично видите позицион очкой душу потому что я чувствую если они просто на меня толпой накинуться то это будет очень плохо ребят толпой они к сожалению мне сделают человек яйца человек яйца вот так вот сделать чтобы вы понимали это очень будет неприятно а сейчас мы попробуем тут задеварить у них возьмем вот так вот так вот сделаем остыдно в центре черт добиваем а тут мы тут давайте поставим нету варда но и и тем хорошо он думал что у нас тут варда еще так позиционируясь наглую но нет нету варда и это хорошо так ребят ждем рипера рипера и дальше мы будем собирать уже соответственно будем собирать уже аганим аганим это будет у нас просто по-царски царство с покупкой аганимов 11 секунд до ультимативной и надо искать надо искать и нами уже принципе можно кого-то найти и задушить задушить внизу у нас магнус без наггера на герои в принципе я думаю тут бкб в теории будет хорошо потому что там с лордар там просто чтобы на себя сильно очко не принимать о репликает создал у нас морфивус и это будет хорошо и при кейт создает морфивус скорее все тут вар тоже поставил задувочку успеваем сделать блинг дмш не нанесе опа ставится палочка у нас тут выручалочка бкб именно из-за этого придется делать походу бкб потому что эта палка будет очень сильно нагнетать но боятся боятся они держат позиционочка аккуратненько мы тут будем сейчас быстренько подфармливать пока у сладара нету даггера можно можно аккуратненько подумаю возможно в принципе будет сделать так он через догон еще играть через догон играть это круто палка стоит до сих пор а кто-то там идиот это идет давайте-ка мы ты шел я видел кто-то шел а где он а вот он это был с лордар смартар это был вот тут давайте отхилим крипов отойдем и просто я просто оккупировал их их лес просто забираю весь их фарм очень сильно досаждаем тут очень сильно досаждаю спасибо за подписку кто-то подписывается люблю когда ребята подписаться поддержи да ребят кто не подписан на мой канал я желаю чтобы вы подписались чтобы вам было на что посмотреть заходя на мой канал вы сразу понимаете куда вы заходите вы заходите посмотреть азиас азиас играет доту довольно таки давно я играю вайкапе 6 сезона до этого еще года два играл карену и прочую тему так но мне нужно тут хелпа нужно тут хелпа на самом деле хорошо и ищут меня просто ищут ребят ищут хотят меня найти и распаковать гуку ну больше теряю чем захиливать за палки добил и живу счет этого хорошо вот и соответственно ребят кто подпишется тот красавчик от души дай бог здоровья также заходите на стримы каждый вечер стримы стримы по дотке игры с подписчиками и это круто это круто это круто потому что на моих стримах на моих гайдингах вы можете много чему научиться я на опыте делаю видосики потому что опыт у меня более чем хорошая кто там скажет сейчас коко код и дно и тому подобное ребят но это вы так думаете в принципе я не считаю что я супер какой-то игрок но в этой игре я довольно таки много знаю довольно таки много эти знания принципе мне не особо в жизни помогают все равно я рад поделиться с этими знаниями с вами что делаем 2 радиенс ребят у нас уже есть 3 800 опять до 2 родин степо будет работать как я тогда сказал сказал что если на 6 слот поставить бкб длительность бкб будет 35 секунд ребят как же вы поверили этой теме и было смешно читать комментарии бро расскажи пожалуйста гайды подробный что там бкб переставлять можно блин ну как можно в такое ребят верить я не знаю как можно в такой верить в такое верить ребят ну ладно 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 ребят забудем эту тему я поставлю на картиночку что у меня куплено бкб я думаю меня за это бкб очень много закидают какашками но надо будет нарисовать картиночку варда чтобы меня не закидали какашками то что я собрал тупо от угны чтобы жить чтобы жить у ее вот видели просто я просто подошел и под палкой чуть не умер я нанес себе от 500 демоджа просто с руки это очень жестко очень жестко палка палка пугные очень сильно контрит некролайта поэтому мы бкб это верное решение верно решение стоит пренебрегать в кбшка не стоит так ну поливаем без пульсами посреди полностью данном скартик у нас тут а у нас тут не только хускар очка отойдем немножко бкб не хочу жать подойдет команды будем жать будем жать хорошо пойдет пойдет фильм подходим так не отошли но палка не стоит поэтому можно о попал к стоит ребят палочку надо разбить я не буду подставляться себе сейчас риппера дал я буду разбивать тагер в кд тагер в кд ребят захилились главное садиста наполнить все хорошо так ребят принципе я готов прыгнуть кого-то зашотить с ультимативное принципе у смотрите как мы ломаем хайграунд главного вернуться от ультимейта аппарата ставится у нас снова палка палку мы должны разбирать ребят если палку не разбираем это где просто откровенно это ги ой я тут походу вру сейчас первый раз ребят да я тут умру сожалению я тут умру видите никто не хочет разбивать палку не чувствуют они не чувствуют вот этой боязни палку разбивайте как же написать она очень много урона вносит если что с маги с ваших заклинаний он уже далеко стояла как достать рубик должен и морф рубика range атака аморф может уйти если что имеет вот так вот объяснили ребятам что морфу в профите идти убивать эту палку не мне потому что если туда подхожу у меня не было сейчас баком было бы бкб я сейчас просто на развороте иди сюда и сюда и принципе наказал бы их но как видите но чревато чревато ребят а рубику в первую очередь надо забудется об этой теме потому что у него все скиллы требуют соответственно мага не морфа гибрид твой скины два ульт гибрида не будет ультимает вешать все что ну так ребят сдох первый раз но все должно быть когда-то в первый раз даем надежду парнишин на камбэк ну камбэк а не будет сейчас аганим blade mail догон и все и они скажут вот так вот берем point booster губна покупает у нас аганим в пятером в пятером губ подеремся в пятером они на вообще ничего не сделают они такого пока леса поколотим ребят пока у нас все афк вижу по таймингу что успеваем принципе зафармить весь лес есть лес мы успеваем зафармить 30 секунда если не будет големов какие-то то это очень хорошо убиваем этих срадиенца тупо берем вот здесь вот так вот делаем и подходим вот сюда и здесь будем уже поливать диспульсами так вот так вот и хорошо смещаемся на те кэмпы есть первый косарик перекладываем этот косарик так тут жаль не успеваю стакнуть быстро очень некролайт фармит леса я просто сейчас за все вот это время я сейчас просто зафармлю весь лес пугны аганим конечно пугна очень хороший контрпик некролайту ребят палку не разбиваешь бкб нету ггвп тушить фонарь но этим игра интереснее так остался один кэмп один кэмп вот этот остался оставлю его спектре и все и лес и зафарм а драться начните без вижена го ставить вижен тогда рубик вперед так собрали они рошану они все же хотят камбэк над но этим будет игра интересна опа есть косарик еще аппаратуса бы хлопнуть что он хочет сделать сделать сильный артефакт против меня это аганим аганим тоже аппарате будет очень хорошо меня контрпикать томаек гоу я топ буду душить что курир не сделает я пойду по лесу ребят пройдусь наверно а опасно а маяк это это плохо придется сжать бкб я варне случайно включен тут слитая драка там стоит палка я я не пойду туда просто палка стоит в принципе палку ой в меня ну дам рипера умру не умер палку ребят палка 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 я умру если ульт дам палку разбейте вот начинается камбэк за счет этой поганой палки ребят просто жесткий жесткий жесточайший контрпик даже бкб не помогло потому что мне пришлось тут 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 разбивать я не могу не знаю ну нам там зря я вернулся на самом деле на вы просто бегать я соло тогда буду тут делать если пацаны не хотят разбивать палку то а почему ты сам не разбиваешь тогда вы скажете ребят ну нажал бкб чтобы отойти слишком опасно ситуация на вижу потом что-то какой-то файтом сбили с лордара потом пошел и бить палку жена поздно просто таких ситуациях нужно бросать все уходить нужно сейчас завардится зав if save more knapp у нас взялся вар дить вот надо вот тут варке вот тут варда надо и потом сейчас я заберу возьму себе возьму себе уже аганим аганим возьму будет у меня бы к башка у меня бы к башка 8 секунд идет а должны тут принципе выигрывать на изи говорится есть все есть у нас что там из лордара pipe вы же посмотрите они очень даже сообразительно играют то есть казалось бы в начале их просто на изи овнял а сейчас смотрите что требуется требуется игра от моей команды что у меня как-то хз ну плохо чтоб угна собирается вылетать я потом будет тяжело это выигрывать они вчетвером они сейчас по бкбхе оденут и будет просто нужно будет пересобираться делать какие-то другие темы играть тупо на команды 20 левел у меня на всей команде но вот тут блин так хотелось то трипера дать но я бы сразу умер потому что дэмэдж тотема пугны наносится сразу несмотря на то нажал ты спел то есть если ты его нажимаешь этот спел тебе дэмэдж сразу наносится только потом кастуешь спал все отлагивает у нас пугна эта тема веселее будет так отлаги на реконект же написано но отлагивай пожалуйста то неинтересно так будет играть реконектится поехали реконектит написано но 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 я кикать не буду я выкикать не буду будет неинтересно вместо блэйдмейла будем собирать догон ребят чтобы пытаться это солировать по-другому тут никак блэйдмейлом я не пользуюсь я сейчас уже не то чужие 31 минуты игры казалось бы чуть-чуть вроде узнать и начало начала оба поп минута 20 опу тут уже 31 минуты уже уже надо другие айтемы но игра набирает оборот как говорится некролайт камбэчит изи заблочу рипер с лордару с лордаром будут будет намного без лордара будет намного проще и поэтому поэтому пока что пока что рано говорить кто тут победит но у нас спектра у нас в но не знаю посмотрим так но плохо по ходу вылетает у нас тут пугна а это плохо тем что сразу сейчас там купится бкб агоним на аппарате сразу появится очень много слотов и это реально плохо реально плохо у меня сожалению escape только бкб и плохо очень плохо жалко агоним хускару сразу отдается там зачем только не понимаю сладар пайп меня так но по ботам будут по ходу идти гау монетку и берем монетку заберем пойду вот тут вард сниму сколько еще центре она из вот она монетка мы понимаем но раздевают гербанит просто агоним отдали боже там у всех пока не может просто буст сразу идет такой жесткий буст с ливера ребят сразу с ливера такой буст идет разделе его забрали агоним и вот я темы не люблю когда персонажи вылетают какие-то игроки и уже играть принципе не интересно но придется это доигрывает тут нужен вин безусловно я хочу вниз пойти подраться у них там нету не аегиса ничего они просто голенькие 21 левел за горами пятером собираться и гол палки в драке не будет соответственно бкб мне уже не нужно будет хотя бы кб я собрал тупо в с палки потому что палка очень сильно контрит и надо кого-то цеплять есть пайп главный ульт аппарата не поймать и rp rp с ловишь с ультом аппараты двигает аминус 5 как ю зайца pipe надо отходить pipe pipe ждем pipe так полный вон все равно палку ставят пацаны понимают что без палки понимаешь тут как бы такое дело что аппарат сюда закинет да но у меня есть еще кнопочка трипл килл вот за счет бкб еще как бы как бы удалось но и палка видите там рубик еще очень много сделал рубик поставил рп хилить пока никого не могу вот теперь могу хилить байбек у нас хускар у меня есть blade mail а рипера я дал не помню кому честно а рипер дал я вкус кара на хускар там выживает спорта выживает у нас усудрить и байбеки пошли бы очень много байбеков очень много байбеков спектры молнии там волотька божечки такая спектра страшно конечно выглядит страшно выглядит такая спектра но по ребята пытаются ребята потеют это реально очень хорошая тема что ребята понимают в игре что нужно делать куда нужно идти и пытается это камбэк на это реально достойно потому что очень мало сейчас игроков встречаю которые ну именно на 4 на 5к соображает что нужно делать и как нужно отыгрывать собрали pipe там микки худы это это очень хороший показатель потому что видят пик понимают на макро игре что нужно делать ребят поэтому учитесь вот как ребята vs играет очень хорошо играет очень хорошо в принципе может не сильно у них синергия получается по игре то есть они не слаженные действия но но по макро игре они в принципе более или менее что-то понимают собрали как минимум худ pipe вот эту тему все вес меня и в принципе тут рубик тоже немаловажно собрать против рубика у по ульт аппарата залетел пускай ариус у ее его и тут у нас с лордариус бежит на у меня есть еще принципе принципе есть у меня все кнопки есть кнопки на минус 10 армонов не амплификация я готов принципе подраться если можно знаете что сделать вот эту тему мы сейчас сольем с эту тему мы сейчас солью пойдем еще вот так сделаем но есть что курьера на ты 685 r9 r309 карта и типа курьера пути сразу вот это сейчас на ру 9 вот я не знал но сюда все новые карты добавляют самом деле это круто 9 бот догон еще строчку возьмем поставим вот сюда чтобы не выключать радиенцию драки это бывает по бинду клацаешь а бинды находятся рядом из догон в тройку это хорошо бы к башка догон нам хватит есть хороша брошу рошу гон спектр главное бояться нам у ульт некро ульт некро если и будем бояться будет очень плохо некро во-первых с аганимом то очень много даже ребят это очень много демоджа плюс невозможность хилиться я сейчас ребятам помогу подхилю но у нас спектра тут принципе с володькой спектра соло должен забирать с таким атак спидом как у нее сейчас имеется рошан должен идти на место все хорошо опача смака походу до смака ребят надо отходить маках плохо я тут умру я тут умру безусловно или нет еще пока живу живу пока хускар не догнал да все умер я палка 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 вовсе не медведь вот так вот зашли в смоках ребята понимают что нужно делать ставится рп у нас в одного свет будет тут по-любому умирать еще еще дает слизерин краш ну видели видели ребят как они сыграли они заберут сейчас изи рошана не знаю на фейзах я даже не успел убежать жалко жалко на самом деле что ничего не нажали абсолютно спектра не жало ультимейт рубик тоже не особо что-то сделал такое такое забирают рошан но будут по ходу камбэч ребят по бкбшки вот чисто с ливера появляться нас по бкбшки сейчас делать и чувствовать арбака бы и вообще будет просто тотальная жопа как это мы будем выиграть я не знаю что у нас кора не хватает кора спектра ничего не жмет свое тоже пока не сильно что-то жмет сейчас еще возьмется hex на аппарате и тогда будет вообще тотальный камбэк но будем пытаться как-то играть позиционкой не знаю даже вполне возможно что можем тут и проиграть но догон и терял возьму нас морф еще ну морф тоже бестолковый ну не бестолковая пока что бесполезно морфу тоже очень очень жадный пик у нас нас спектра на спектра может камбэчить за счет ультимейта свен свен который может фармить может драться но морф морф конечно надо им потеть пофармить ребята надо делать травола с траволами будет более быстрыми потому что я не могу как видели я не смог убежать от хускара оскар просто зачаржился своим агонимом просто разнес мне задницу скар меня будет контрить нужно какой-то какой-то скипетр гоуст или и ул но и улам я не буду забивать если тут надо будет что-то глобальное прям что-то глобально но выхожу на свой риск сюда на линию чтобы зафармить и отхожу здесь меня тут сейчас не примут актарин нет актарин точно не буду делать актарин точно не буду делать так он пятерочку и поехал надо надо просто держать позиционку убивать кого-то убивать кого контрит ребят кого контрит с лордара можно законтрить чтобы он не нажимал по вот посмотрите и смотрите они все в лесу убивают все в лесу ребята тут надо отойти отойти до гон 4 надо на топе наверно стоять потому что там стоит вард они тупо сидят в лесу морф уходи уходи что там делаешь но он не уйдет тут скорее все тут щас будет файл хорошо с лордар нажимает бкб будет кидать амплификации я буду дать кидают опять амплификации но я тут скорее всего умру если не дождусь догона дождусь по ходу догона и егистам то плохо это плохо надо бежать жать жать и хилиться что делать так вот бежим по неадекватному идем на топ кушать на топ кушать собираем крипов тут так ну ловлю ультимейт но не должен умирать хотя возможно даже ребят умру сейчас моя ошибка если умру моя ошибка безусловно 17 секунд висит скорее всего я тут умираю это обидно хилиться я не могу бкб у меня нету но 400 380 фух 340 по моему если бы еще секундочку повисела я бы наверно откинулся сейчас возьму догон в 4 шар дар даггер должен иметь прогулял я не видел честно есть это договор или нет на по моему есть у неё там бкб а бкб не менее страшно игра начинает приобретать свой оборот свой оборот но в принципе как я и хотел чтобы были камбэк и кто-то там в лесу смотрите меня ищет выхиливаемся встанем здесь пока ждем догон пятерочку и скорее всего буду продавать это ради агентс ребят агентс покупать еще какой-то слот поэтериала с рубиком можно пройтись за фарма у нас тут крипов до сладару вас даггер даггер имеет прыгает агрессивно начинается лейт гейминг у меня пока что полей не сильно круто но можно будет можно будет хускара конечно очень тяжело будет убивать чё там у нас нажимает просто так что ли а лол суицидальную идет у нас спектра ну зря мне кажется спектра просто под видит просто сейчас не очень и очень круто отдаем следующего рошан и пиге это равносильно good game will play бы отдавать следующего рошана я очень сильно боюсь ульты аппарата ульт аппарата как никак это такая вещь что у меня просто на изи за контроль я вновь хит-поинтов хил много скиллов которые а кто-то минус минус аппарата google вот аппарата нет можно прыгнуть на магнуса дать рипера у нас лордар г 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 что-то от него убегаешь убегать с чем-то убегаешь я ему замахнулся дать рипера уже уже замах идет в принципе выживет но очень много ему сейчас хп просажу все он успеет бкб нажать да ну конечно этот лак зарешала безусловно уверен что этот злами на этот лак зарешал потому что он сейчас тупо сидел вот так вот на кнопку нажимал это очень отвратительно этот умру тоже тоже умру очень жирный хускар не могу закончить наигрались походу походу наигрались ребят но не знаю я тут я в лейтгейминге не вытащу с лордара плюс хуска меня к сожалению спектра не сильно доигрывает но ничего не буду пока жаловаться принципе все в моих руках морф тоже особо полезный персонаж но тащат тащат на аганимах принципе спектра с линкой зачем правда линка но бестолковый айтемп линка ему там очень сильный пик но будем будем камбекать ребят будем камбек будем камбекать тут они пугнут за собой таскают принципе ничего не поменялось слива пугны пугну они также таскают за собой плюс плюс все юзают спокойно и то есть как айтема у них только что появились это хорошо рубик тоже нихрена не делает на 1 заме один замесу тут уж это сделал это у меня байбек от хави скорее всего минус хайграунд будет минус хайграунд будет сейчас но будем будем ждать 20 секунд моего леса в магнус очень сильно бафает спектра будет душить тут товар давай речи бей крипов даггер кидаешь что-то тупишь 10 секунд до моего леса пуш пуш товар потом на ульте прилетишь он не умеет по ходу крипа переагривать пуш товар и go так умирает у нас по ходу тут рубик уже просто откидывает надо что-то делать убить бы кого-нибудь кого-нибудь лордара пока бою за это нас парень опасно опасно я не знаю сейчас подойду ну пока я не вижу не вижу смысла вот но вот этому пацану можно дать рипера хорошо этого пацана толпой хорошо я стараюсь держать позиционку ребят не говорите что я в замесах просто нихрена не дело я просто стараюсь держать вору стараюсь держать тупо позиционка утервала ставим за байбек отца рипера а я дал с лордару лордар у нас в рипере уж как-нибудь мы хуската за фарминг идите я на траволах на траволе лечу сейчас не исток но немножко от и разбить надо живой хорошо есть кто там живой у нас живой у нас магнус рпш к но у меня есть уже рибер видите камбетча свяну нас ультим ультимает гдс нажимает должен происходить какой-то файт есть у меня я спешу тут пока барак можно низ можно низ по хуск хекс дается у нее только не рп и только не рп и только хорошо промахивается а нет я но тут умираем жаль на ббк не хватает боже ну рп в 1 чисто в рп в 1 до умрет тут тоже нету б.б. 1600 не хватает чуть-чуть байбека но магнус рпш к в меня молодец один дал жалко нету байбека я бы часто прихнулся отправил бы в риперах ускара серьезно печалька но минус две стороны им сделали с лордар еще не резнулся с лордара хорошо что получилось так убили убили и это хорошо это хорошо но не сейчас на час это рп в 1 как обычно бкб я не смог там нажать до рп в принципе я бы еще прожил немножко и принципе дал бы кому-нибудь рипера вот такая такое честно но остается одна сторона у них это один файт правильный с лордара или вкус кара хорошо хороший дать рипер видите мне хекс залетел и просто я пытался как можно жить идти потом еще рипе у и рипер рпш куда ли мне по лицу там вообще без шанса оставалась эта вся тема так но теперь у нас есть баланс на центральной линии и на топ линии вот там у нас пушится нашим морфом которого три слота за 50 минут опа умирает у нас морф тут но если нет и до контрю пошли они рошана пошли они рошу магнус на топе давайте на топ ты пахнемся магнус ничего нам не сделает в принципе а мы его можем убить попытаться пытаться убить наверно 120 секунд 20 секунд и у нас когда еще минутка значит соответственно у нас будет еще минута для того чтобы отправить в нокаут еще какого-нибудь кора кушаться у них вот онлайн я потопа пущу крипов тоже в дума может какой-нибудь вместо радец а эзериал сделать потому что нам будет это позволять жить а у меня есть сейчас байбек опача опача за на выезжают да ну надеюсь успею сделать т.п. да успеваю сделать т.п. потому что там с лордар выехал на охоту голма и смокам и хорошо хорошо у нас есть рипер почти магнус без б.б. приперем найти бы кого-нибудь дать бы еще рипера типа хускару знаете считать рипер это вообще пока кайф и будет мидлайн у них пушится с лордару бы блин дать бы на самом деле есть рипер ребят если получится бить в рипер хускара это будет очень хорошо но хускара там и блэкингвар и все такое нажимается бкб эх ну почти почти ребят почти почти но там ббк наверно все равно не будет так стараемся тут максимально ну ггг на магнусе нету байбека это умрешь все в принципе закомбечили как-то скажите в с четверых да не в принципе они играли хорошо и таскали в принципе пугну за собой ну в принципе под за решала что вышел у них угна ну так получилось но я думаю игра более чем интересная вышла кому понравится обязательно ставьте лайк ребят пишите чтобы вы собрали на некре на самом деле в такой игре магнусу жмёт бкб и идёт просто топает и так он в задницу долл хп ну пойдет пойдет гг гг ну вот такая вот игра жалко что конечно вылетел пугна но в принципе игра вышла хорошая и вы видели в принципе контр пик тоже хускар но с хускаром тяжеловато ребят в лейтгейминге если никто не помогает очень реально тяжело бкб я считаю что я собрал не зря потому что бкб очень многих моментах помогала и рипер сейчас рипером отправил хорошо магнуса и магнус не смог дать рп на последнем файте это очень круто потому что он просто не смог за байбекаться ребят ну вот такая вот игра у нас сколько у магнуса там по золотишке 570 хотя у него по-моему все равно не было байбека но такое пишет магнус но это подписчик плохо играть ничего на вылетел так бы байбин вот и все в принципе ребят кому понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и ждите новых гайдов новые гайды выходят по мере возможности как выхожу на трансляции все знают кого не выходят гайды и по сути в принципе все стримы каждый вечер в 19 часов по мск всем удачи с вами был азиз и до скорого и все в в